приветствую в сегодняшнем уроке я вам покажу одни очень простенькие цветочки но очень интересные они вам пригодятся при больших оформлениях когда нужно быстро сделать большой букет для клиента это очень удобно и недолго с помощью этих цветочков мы заполним вот эту корзиночку и сделаем основу букетик составим композицию для того чтобы изготовить цветочки нам понадобится 260 шдм для стебелечков соответственно зеленые пятерочки для самих цветов как основа и такого же цвета в цвет 160 десятые шедем очки по 2 штучки на каждый цветочек я сейчас покажу как они собираются и мы с вами сделаем букетик мы будем дуть пятерочки буквально на один качок чтобы у нас были не сильно крупные цветы потому что иначе у нас не просто не поместится в корзинку может быть даже даже на полкачки посмотрим нет на один да давайте рискнем и не рискнем рискнем сделаем на деле конечно если сделать больше то они будут прям вообще вот такие классные мы надуваем стандартную пятерочку 5 шаров в кластере вот такой вот кластер стандартный затем мы надуваем стебелек нам сильно длинный не нужен мы его в корзинку будем делать все равно мы его будем обрезать на стебельке делаем три крупных пинча у нас как бы сердцевинка цветочка и так расправили теперь делаем пузырь можно побольше можно не сильно я здесь так как цветочки помельче сильно большой не хочу вот так вот цепляем вот у нас по сути получился самый стандартный цветочек на самом деле ничего сложного здесь нету сейчас мы с вами сделаем просто оплет цветочку из 160 шедевочек я надула на 5 качков маленького насоса и подсдула значит что я делаю я цепляю вокруг стебелька ну чтобы не мешалось на самом деле вот эти все можно обрезать принципе их видно не будет мне они особо не мешаются но для удобства пойдем теперь прокладываю между между этими шариками лепесточками делаю оборот вокруг тычинки теперь перехожу на соседней также прокладываю делаю оборот вокруг стебелька на соседней и оборот вокруг тычинки нам еще на один хватит теперь можно но и взять так как нам почти хватило сильно его надувать не надо мы сдуваем и прям к нему подвязываемся несколько раз оборачиваем вот у нас лишнее мы опускаем вниз делаем еще пару оборотов убираем все очень несложно довольно быстро и эффектно это вот всего лишь на один качок насос он получился такой большой да а если мы сделаем хотя бы полтора или тем более 2 нас конечно шедем больше уйдет но он будет прям гигантский и здесь я бы сейчас сделала еще небольшую хотя бы 2 лепесточка можно даже 3 для крепкости вот такой у нас получился красивый яркий цветочек теперь нам нужно сделать таких цветочков 7 штучек для того чтобы сложить их в красивый букет давайте сделаем еще один разница да за счет того что мы шедем вставляем он становится и больше и смотрится поинтереснее если еще и цвета комбинировать разные тоже будет хорошо красиво на 5 качков начинаем в сторону отложим много видите я очень большое сделала и он вот такая дырень получилась некрасиво сейчас мы поменьше сделаем главное чтобы он аккуратненько ложился я подготовила 7 цветочков теперь нам нужно их собрать вот в эту замечательную корзинку единственное что я бы еще хотела сделать бантик у этой корзинки сейчас мы его быстренько сделаем чтобы было красиво я вам заодно покажу как я делаю простенько бантик значит я сначала делаю хвостик цепляемся за пинчик теперь делаем петельку еще одну петельку еще петельку поменьше еще одну петельку поменьше и маленькую петельку продеваем большую так же делаем здесь маленькую большую вот у нас получается центр маленькая большая маленькая большая и два хвостика здесь просто убираем вот такой вот аккуратненький бантик я специально сделала 7 цветочков то что 7 цветов ложатся в очень красивый букет центральным цветком у нас будет самый яркий фуксия затем пойдут у нас через один розовый персик белый соответственно тоже розовый персик белый значит сейчас мы их соберем где-то мы возьмем шедемочку соберем ее не сильно туго но завяжем наш букетик и расставим цветочки белый, розовый и персик вот вот прекрасно видно что букет ложится в ровный кружочек именно этого мы добивались поэтому я взяла 7 цветов сейчас я подтяну чтобы зафиксировать их разуправим нам бы конечно их заставить лечь в одной плоскости одинаково и нам нужно понять насколько высоко мы можем это делать букет нам нужно его углублять цепляемся выше и сейчас будем уменьшать уменьшать мы наверное будем вот до такого размера так мерить будем по центральному сначала центральный сейчас мы его подрежем теперь по центральному мы измерим один боковой вот он идет ну а дальше можно просто померить все по одному мы берем вот так вот их меряем видите я его меряю чуть выше когда я завяжу узелок они будут одинаковые потому что в месте завязывания узла шарик будет более слабенький он там поддуется если даже не длиннее видно и меряем всегда по одному цветку теперь мы с вами их прикрепим значит у нас есть длинные хвостики что нам очень легко поможет их туда подвязать так у нас получается будет три и три а мы сейчас свяжем между собой сейчас попробуем отлично прям идеально ложатся подтягивать все будем к центру непосредственно вот сюда берем центральный цветочек и продеваем его вот в этот центр вот таким образом вот хвостик теперь делаем то же самое по очереди с остальными цветочками с остальными цветочками вот у нас получилось опять кучка хвостиков мы их просто завязываем и лишнее обрезаем за счет того что у нас цветочки натягивают у нас эта штучка не вываливается стала она плотненько а в связи с тем что мы с вами очень аккуратненько подобрали длину цветочки наши легли очень плотненько получилась у нас вот такая вот корзина красивущая огромнющая с цветами со всех сторон она выглядит очень аккуратненько здесь она имеет дно цветы зафиксированы очень крепко такая нежная цветовая гамма пригодится для девочки и на выписку из роддома можно еще как-то разнообразить вот такая вот красота я надеюсь вам понравился наш урок подписывайтесь на наш канал youtube жду вас среди моих зрителей желаю вам всего хорошего успехов в творчестве и пишите в комментариях свои отзывы спасибо пока